Ровно 15 лет назад, 10 февраля 2007 года, Владимир Путин произнёс на Мюнхенской конференции по безопасности свою знаменитую речь, которую многие западные журналисты и эксперты посчитали объявлением новой холодной войны между Россией и Западом. В своём выступлении Путин, в частности, обвинил США в попытках внедрить концепцию однополярного мира. Мы видим всё большее принадлежение основополагающими принципами международного права. Больше того. Отдельные нормы, да по сути чуть ли не вся система права одного государства, прежде всего, конечно, Соединённых Штатов, перешагнула свои национальные границы и, по сути, во всех сферах, и в экономике, и в политике, и в гуманитарной сфере навязывается другим государством. Ну, кому это понравится? Среди слушателей в зале был и тогдашний президент Эстонии Томас Хендрик Ильвес. Он вспоминает, что его самого и коллег из стран Балтии и Центральной Европы слова российского президента не удивили. Мы услышали то, что на протяжении уже довольно длительного времени звучало из России, просто на более низком политическом уровне. Зато западные европейцы и американцы были в шоке. Помню, я сидел в зале рядом с сенатором Джоном Маккейном. Он был ошеломлён. Это различие в оценках политики Москвы между теми, кто живёт к востоку и к западу от реки Одер, сохраняется до сих пор. В своём тогдашнем выступлении Путин раскритиковал и расширение НАТО на восток, назвав это фактором, снижающим взаимное доверие. Получается, что НАТО выдвигает свои передовые силы к нашим государственным границам. А мы, строго выполняя договор, никак не реагируем на эти действия. И у нас есть справедливое право откровенно спросить, против кого это расширение. И что стало с теми заверениями, которые давались западными партнёрами после распуска Варшавского договора. Где теперь эти заявления? О них даже никто не помнит. Однако это заявление Путина опровергает Хорс Тельчик, советник по внешней политике экс-канцлера Германии Гельмута Коля. В интервью ДВ Тельчик подчеркнул, что участвовал во всех переговорах главы правительства Германии с президентом СССР Горбачёвым и министром иностранных дел Шаварнадзе. Ни на каком этапе не было никаких обещаний или обсуждений темы расширения НАТО. Единственным условием с советской стороны было то, что после воссоединения Германии на территории бывшей ГДР не должно быть ни войск НАТО, кроме Бундесвера, ни объектов НАТО. И это было выполнено. Но кроме этого обещания ничего не было. По мнению Тельчика, требования Кремля о нерасширении НАТО и о гарантировании непринятия в альянс Украины и Грузии неприемлемы. И российский президент это понимает. По его словам, суверенное демократическое государство самостоятельно решает, к какому альянсу оно хочет присоединиться. Продолжение следует...